Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о биопрепаратах и на не очень веселую тему о том, что биопрепараты далеко не всегда являются тем, что в них заявлено и вообще каких биопрепаратов от каких производителей стоит избегать. Контроль качества за производством биопрепаратов, которые в последнее время стали очень-очень популярными в связи с популярностью идей природного, экологического, органического земледелия, к сожалению, контроль качества за ними практически не ведется. В лучшем случае контролируется производство внутри, вот самой какой-то может быть лаборатории, которая, возможно, имеется у производителя. Но что такое внутренний контроль производителя? Он всецело зависит от совести самого производителя. Что касается химически синтезированных средств защиты растений, особенно поставляемых на нужды хозяйств, больших партиях, крупными фирмами, они, конечно, проходят такой независимый контроль. В этом случае проводится оценка содержания действующего вещества, вот этого химического, которое заявлено при регистрации этого препарата, включенного в реестры средств защиты растений, удобрений, в каждой стране он свой, независимой лаборатории, которая аккредитована на проведение таких анализов, и выдается документ. И, по сути, без этого документа реализация средств защиты невозможна. К сожалению, такого контроля со стороны государства или каких-то лабораторий независимо аккредитованных нет. Нет ни ГОСТа, ни какого-то документа, согласно которому был бы регламент производства, регламент качества утвержден на законодательном уровне в отношении биопрепаратов. Конечно же, взрывной интерес к взрыв рынка вот этого биопрепаратов даёт, возможно, сейчас недобросовестным дельцам производить всякий, ну, как это сейчас говорят, фуфломицин. И хорошо, если он просто не содержит живого начала, заявленного живого начала, а ещё, кроме того, он может содержать в себе весьма и весьма опасные компоненты. Вот этот момент, когда он не содержит в себе живого начала или содержит живое начало в небольшом количестве, но одновременно содержит в себе опасные компоненты, он особенно опасен для случаев, когда мы хотим размножить этот биопрепарат, потому что одновременно с размножением вот этого активного начала мы можем размножить и вот эти опасные компоненты. Сама идея размножения биопрепаратов, она очень хорошая, потому что она позволяет в домашних условиях воспроизводить в том количестве биопрепараты, в котором необходимо. Не все препараты можно воспроизводить. Многокомпонентные практически невозможно воспроизводить, тяжело контролировать их состав, действительно ли там есть вот эти компоненты, которые заявлены. Всё это очень сложно. Вообще я хочу сказать, что это, конечно, не очень нормально, когда такие анализы проводятся в учебной лаборатории, а как бы всем остальным, в общем-то, и наплевать, что продаётся, что покупается, что люди используют, что наращивают и так далее. Ну, раз уж мы про цветок взялись за эту тему, то будем вести её до конца и освещать её совершенно с разных сторон. Начну я сперва с нескольких препаратов. На самом деле много их оценивается нами. Ну вот я взял пять препаратов, о которых хочу сказать, и дать им характеристику в этом выпуске. Первый препарат, о котором я хочу сказать, это трихофлор. Этот препарат представляет из себя такие зелёные крупочки, зелёного, ярко-зелёного цвета. Не знаю, что это именно за крупки, может, мочевина. Ну, на мочевину похоже, покрашенная авось пищевыми красителями. И заявлено здесь, что это триходерма вериды. Производитель, ну, или, по крайней мере, под маркой это идёт доктор Грин. Произведён он, значит, написано, что не подлежит государственной регистрации. Отказное письмо Россельхознадзора такое-то. Изготовлено по техническим условиям. Производитель биом-про по заказу евросемена ООО «Доктор Грин». Ну, в общем, тут выходные данные все есть. Никакого живого начала в этом препарате искали. И под микроскопом споры искали. И на чашке Петри высевали. Ничего здесь абсолютно путного нет. Избегайте этого препарата, пожалуйста. Потому что, ну, конечно, нельзя поручиться, что все партии до единой будут некачественными. Но вот это, вот это вот, прочитать номер партии, к сожалению, невозможно. Здесь что-то набито, здесь чёрное, здесь белое уже и так, и этак, и под лупой я смотрел. Номер партии определить, ну, ну, просто невозможно. Просто что-то невнятное там, выбито, термизированное. И всё. Поэтому конкретизировать не могу. Но, знаете, у меня такой принцип. Если производитель солгал, произвёл некачественное один раз, то это он может сделать ещё 101 раз. Следующий препарат родственный, тоже триходерма вереды, триходерма зелёная. Производитель, ну, вот так вот она написана, тут, значит, триходерма вереды без обозначения какого-либо штамма номера. Но на обратной стороне номер штамма указан 471. Это самый распространённый штамм триходерма вереды, который есть в продаже. И произведитель ООО «Ваше хозяйство Россия». Произведён он, здесь хорошо видно, 0.04.2019. Номера партии нету, но дата производства вот такая вот есть. 0.04.2019. Представляет он из себя сахар-песок, как мне кажется, ну, по крайней мере, по внешнему виду. Это сахар-песок слегка покрашенный, как мне кажется, в зелёную такую краску, ну, а вось тоже пищевую. Пытались, изо всех сил пытались высеять оттуда живое начало. Тоже микроскопировали, тоже искали споры триходермы вереды. Никакого живого начала здесь нет. Триходермы вереды здесь нет. Поэтому надеяться на этот препарат нельзя. В отличие от вот этого трихофлора, он ещё и засорён мукором, и в небольшом количестве там присутствуют бактерии. Но я думаю, что это не что-то, чем специально там что-то засорялось или на производстве. Это просто прилетело. Мукор этот и там эти бактерии, они просто прилетели в процессе производства на этот сахар. Сели. Здесь, скорее всего, в трихофлоре мочевина. Она не дружится, чтобы на ней споры росли. Поэтому мочевину используем для искореняющих обработок. Высокая концентрация не даёт возможности там чему-то развиваться. Следующее, о чём я хочу сказать, это глиоклодин. Препарат глиоклодин от октябрины-апрелевны, щёлково-аграхим. Внутри таблеточки. Такие таблеточки. Ну, многие, наверное, знают этот препарат. Партия номер один. Произведено здесь. Ну, плохо видно, на чёрном выбито, но в 2018 году было произведено. Но здесь сама триходерма харцианум, которая заявлена в этих таблеточках, она здесь есть. Есть. Но здесь одновременно колоссальное количество гриба под названием мукор. Колоссальное количество. И ни в почве, ни при размножении особо не даст этот мукор нормально развиваться этой триходерме. Поэтому, ну, если ещё для каких-то садовых нужд, ну, можете взять, потому что всё-таки живое начало здесь есть. Сама триходерма есть. Но вот, к сожалению, мукор этот, он всё забивает, всё поглощает и берёт, как говорится, вверх. Поэтому у них явно, где эти таблеточки производят, плохая такая вот обстановка производственная. Мукор там у них везде этот летает. Ну, и, соответственно, попадает в этот препарат. Ну, опасного ничего нету здесь. К тому же есть живое начало, в отличие от предыдущих двух препаратов. И ещё я скажу о двух препаратах, которые я считаю достаточно опасны для здоровья. Первый препарат – это от фирмы «Артон», который называется «Биоразряд». В этом препарате заявлено, что он должен содержать метаризиумонизоплия. Это сейчас такой очень популярный биоинсектицид. И ещё «Баверия бассиана» – тоже грибочек такой, который является тоже сильным-сильным-сильным инсектицидом. Конечно, этот препарат очень популярен. Здесь тоже вот на этом, понимаете, на вот этой пестроте прочитать номер партии. «Кю-0.1. Что-то там такое. 2019». Ну, это я просто конкретизирую, что за партию я взял. «ОО «Артон». Произведен юридический адрес. «Россия». Ну, и так далее. Ну, кстати, набита на самом пакетике партия номер «1». Ну, здесь «Кю-0.1». Вот так тут что-то такое просматривается. Что содержит этот биопрепарат? Разложен он нами был по компонентам не один раз. К сожалению, ни «Баверии», ни «Метаризиума» в этом препарате нет. Надо сказать, к нашему удивлению, в этом препарате мы нашли триходерму вериды. Ну, этот же производитель производит и триходерму тоже в другом препарате, в препарате споробактерин. И всё может быть, что там споры по производству летают, и прилетели они в том числе вот в эту болтушку, которая называется биоразряд. То есть, что надо туда не попало, а вот триходерма попала. Ну, триходерма триходермой, мы её не ожидаем в этом препарате. Это всё-таки инсектицид, а триходерма – это фунгицид. Она подавляет развитие грибков. Ну, уже какое-то благо, да? Но что меня больше всего здесь поразило, вот вы можете чашечку эту посмотреть сблизи, даже под микроскопом. Вот посмотрите. Вот эти вот жёлтые головы, так сказать, которые здесь наблюдаются, это не что иное, как аспергил жёлтый. Аспергил жёлтый. Его в этом препарате больше всего. Больше всего аспергила жёлтого. И ещё один аспергил, но он в миноре такой, его не очень много, но он здесь есть. Это аспергил паразитикум такой. Он более зелёный. Вот посмотрите, более зелёный, но тоже такой головастый. Вот такие головы. В принципе, если посмотреть под хорошим увеличительным стеклом, такие колонии, они могут вырасти на зерне, они могут вырасти на трубях, то вы такие головы тоже увидите. Это аспергил. Чем опасен этот аспергил? Этот аспергил опасен тем, что он выделяет афлотоксины, которые могут наносить ущерб здоровью человека. Это не то, что вы сразу умрёте, если съедите огурец или ещё что-то, но это накопление, накопление, накопление в продуктах питания этих токсинов, что, в общем-то, очень-очень опасно. Вот триходерма эта разрастается и подъедает, активно подъедает эти самые аспергилы. Это, конечно, очень хорошо, это даёт нам надежду, что триходерма, которую мы действительно триходерму вносим с препаратами, она в почве, она на поверхности листьев будет подъедать эти аспергилы, если они там, не дай бог, появились. Но самая большая опасность в том, что, во-первых, вы, покупая этот препарат, вы наносите этот аспергил на поверхность растений, заселяете, и им почву, и вторая опасность. Если вы его начинаете размножать, то вот при таком колоссальном количестве аспергила, который здесь есть, он может взять верх. Вот не у триходермы, обратите внимание, у неё нету вот этих голов, да, то есть, в принципе, при выращивании легко отличить триходерму от аспергила. У других грибов, которые мы используем, таких головок нету на ножках. Это всё аспергил. Вот если вы эти головы увидели, то выбрасываете всё вон и не используете в каком-то дальнейшем своём хозяйстве. Ну, не значит, что в печке сжечь, в принципе, но это аспергил, который не характерен для, вообще-то, умеренной зоны. Да, это у них заражено производство этим аспергилом. Это абсолютно точно. Поэтому не используйте этот препарат. И ещё один препарат, который содержит аспергил жёлтый в довольно большом количестве, это метарезин, к сожалению. И его брат-близнец – это микорат инсекто. Они, к сожалению, также содержат аспергил жёлтый. Других видов аспергила я оттуда не выделил. А вот аспергил жёлтый оттуда, к сожалению, моему огромному выделяется. И если триходерма ещё этот аспергил жёлтый подъедает, то метарезиум, к сожалению, не подъедает. Хотя сам метарезин и сам микорат инсекто содержат живое начало метарезиума. Но метарезиум, к сожалению, не может конкурировать с этим аспергилом. Поэтому опасайтесь выращивания вот этого аспергила жёлтого и паразитического паразитикума на зерне, на трубях и так далее. Возьмите лупу и внимательно посмотрите. Если жёлтенькая или зелёненькая с круглыми головами под увеличительным стеклом гляньте, это не оно, к сожалению. Тогда просто откажитесь от выращивания метарезиума, откажитесь от использования этих препаратов вообще, потому что вы просто этими аспергилами засорите себе участок. И зачем вам распылять воздух вокруг себя на растения эти опасные виды аспергила? Ну, кто проинформирован, тот предупреждён. Пусть производители на нас не обижаются, это объективная, так сказать, реальность, объективная характеристика, которая дана этим препаратам. Это наше мнение, частное мнение, неаккредитованной лаборатории, учебной лаборатории. Но всё-таки мы считаем, что мы должны предупредить о тех результатах, которые мы получили. На этом я прощаюсь с вами. Конечно, мы будем делать такие комплексные обзоры и в дальнейшем. Но будьте здоровы и приобретайте только те препараты, которые действительно содержат живое начало. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok